Встречайте! Киселёв Владислав Самусик Антон. Город Минск. Развеши свежного, развеши меня, развеши меня. Привет, привет! Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! А вот никогда не могу раскусить, отчего вот в Беларуси, вот может быть, ребят, вы раскроете этот рецепт или ответ у вас будет. Вот как ни крути, всё время, страна-то не самая большая, да, Беларусь? Население не самая большая. Но откуда столько, чем там берётся юмористов? Жизнь такая весёлая. Жизнь такая весёлая, да? Ну правда, действительно, в каждой программе, какую бы мы ни делали программу, всегда приезжает талантливая Беларусь. Надеемся, что вы не исключение. А вы первый раз? Здесь, да, первый раз. А где были? Были и были, ладно. Были и были. Тогда удачи. Будьте у нас и будьте. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Ребята, желаю вам удачи. Мы готовы. И, пожалуйста, не портите статистику белорусских участников. Первая минута. Поехали. Итак, дамы и господа, такую девушку можно встретить абсолютно в любом ночном клубе. Здравствуйте. Шеф, давай Макса Барского нам. Давай. Девушка, девушка, здравствуйте. У нас включилась развлекательная программа. Мне нужна одна участница. Может, я? Может, я? Хорошо, хорошо, вы участвуйте, все. Итак, я объясняю условия конкурса. У нас есть победитель. Браво, я выиграл. У-ху. Спасибо, парни. Тысяча гривен ваша. Давайте без комментариев сразу продолжаем вторую минуту. Поехали. Вторая минута. Пять тысяч гривен. У-у-у, я выиграл. Так, все, дорогие друзья, у нас следующий гость. Тушканчик. Тушканчик, что вы делаете? Впервые вижу людей, которые за шесть секунд пять тысяч гривен заработали. Одним движением. Одним тушканчиком. Одним тушканчиком. Продолжаем, парни? Да, мы продолжаем. Давайте. Давайте не уходить из образа. Мы в том же клубе находимся, дорогие друзья. Игорь, жмите на кнопку. Жму. Тушканчик. Все, достаточно. Так, давайте, девушка, последний конкурс. Вот стакан с водой. Там две монеты. Ладно, давайте нашему клубу на камеру пожелайте что-нибудь и все. Блин, а что так ярко вспотело? Это прожектор, вот камера. Народ, а где можно это? Так, все, достаточно. Руки убрал я, ненормальный. Идите, уйдите с провода. Все, давайте следующий номер. Представьте, парень вызвал. Самую-самую. У нас тут тоже провод, по-моему, подключен к человеку. Ребят, я вас поздравляю. 10 тысяч гривен вы выигрываете уже. Ну, мы готовы продолжать. Идем на четвертую минуту. Ну, если зрители, конечно, поддержат нас, то... Конечно, поддержат нас, так это не поддержат. Четвертая минута, 20 тысяч гривен. Поехали. Дорогие друзья, студент заказал самую дешевую девушку легкого поведения. Э, вечер пока что добрый. Ничего, что я в сапогах? Можете тапочки одеть? Они что, запах убивают? Нет. Ну, так что предлагаешь? Ладно, все-таки дама пришла, может, угостите чем-нибудь? Ну, у меня из угощения только борщ. Ну, нормально, давай. Кто готов? Мамка. Наша мамка хуже готовит. Ладно, давайте сразу несколько условий обозначим. Чистки женские видели? Да. Ну, значит, в кофте буду. Так. Ты ловаса планируете? Ну, хотелось бы, конечно. Да лукой задать не буду я. И самое главное, никакого экстрима. Поел все-таки борща, но... Были случаи. Может быть, выпьем чего-нибудь? Есть вино, шампанское? Да мне пофиг, чем запивать. Кстати-ка, давайте сразу рассчитаемся. А то были случаи. Нажиралась, деньги забывала забрать. Потом два дня домой шла, все-таки в Житомире жила. А как же игры? Ну, на пазл собирай. Ролевые игры? Да, ну что, смарливая повязка? Ну, давай себе больная куклю, чтобы вы врач. Фу! Не нужны мне в кираже ролевые игры дать. До свидания. Женя помог вам заработать 20 тысяч гривен. Поздравляю, парни. На, возьми еще. Дадим вам время на размышления. Что? Что? Спокойно, держите себя в руках, ребят. Давай. Дорогие друзья, мы готовы. Готовы? Да. Пятая минута. 50 тысяч гривен. Эти аплодисменты вам. На обычный девичник приехал настоящий полицейский. Девоньки все морзи, я представляю. Вечер добрый. Настоящий стриптизер. Какой стриптизер? Вызов успел с нижнего этажа. То, что дышает тебя. Какой щекастый. Что происходит? Я не понял. Так, девушка, сейчас наручники одену. Молодец, не прикуй к батарее. Прикуй, прикуй, прикуй. Так, все, все. Мне придется принять меры пресечения. Бабоньки нас будут сечь. Так, все. Я составляю протокол. Отлично. 50 тысяч гривен. Уезжаем в минус. А мы приглашаем следующего участника. Половинкин Иван. Иван, поселок Каменомостский. Здрасте, всем привет. Здравствуйте, здрасте. Добрый вечер. Здравствуйте, Иван. Вы знаете, впервые слышу, прошу прощения, если обижу этим, поселок Каменомостский. Вообще звучит не как поселок, а как столица какая-то. Или как болезнь какая-то. Или как болезнь. Вы это сами сказали. Да, 29 лет. Хорошее чувство юмора. Где работаете? Я работаю ведущим мероприятий. А по профессии? По профессии актер театра и кино. А, то есть нормальный по профессии. По профессии. Коллега. А снимались в кино? У меня был случай, когда меня взяли на... Случайно сняли? Нет, нет. Это другой случай. У меня был случай, когда я прошел кастинг на роль военного в фильм Белла, герой нашего времени. И все классно, нас готовили, готовили. И потом за ночь до съемок актеры на пилиссе сожгли декорации. Пока все хорошо. А фильм-то сняли? Фильм сняли, но нам сказали, ребята, извините, мы поедем в Москву доснимать и уехали. Немножко без вас сняли. Да понятно. Зато я смотрю, когда говорю, вот здесь должен был быть я. Вот, вот этот, вот тут я должен был быть. Да, моя спина. Понятно. Ну хорошо, хочется услышать ваш юмор наконец-то. Да, хорошо. Удачи. Привет, Киев, здрасте всем. Привет. Если вы готовы, я могу начать. Да, я готов. Поехали. Вы знаете, мне родители всегда говорили, сынок, высшее образование тебе поможет. И оно реально мне помогло, благодаря высшему образованию я пять лет не снимал жилье, жил в общаге. И так получилось, что я жил в женском общежитии. Правда, 700 девочек и нас 13 парней. Круто, да? Классно, да. Первые три минуты. Потому что потом было так, мы сидели с парнями в комнате, я говорил, парни, парни, слышите, они пьют. Сегодня заберут кого-то из нас. Отличное начало, Иван. Тысяча гривен ваша. Я вас поздравляю. Эти аплодисменты вам. Спасибо, спасибо. Очень хочется услышать, что было дальше. Ой. Продолжим? Да. Вторая минута, 5000 гривен на кону. Ага. Я первый раз в жизни видел, что здоровый накачанный мужик, мой сосед по комнате, когда нам постучали в дверь, сказал, тихо. Я говорю, что тихо, может за солью? Он такой, нет, нет, не за солью. Только не шевелись. И вы знаете, мне вот в общаге попадались разные девушки. Правда. У меня была очень странная, она во время, знаете, в постели, в самый отецный момент умудрилась сказать, придуши меня. Я встал с постели, говорю, тебе что, настолько не нравится. А другая была, которая все время в постели делала, да, 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 вот что да. Вот я, чтобы дебилом не выглядеть, про себя и вопросы задавал. Даже не услышали, какого типа вопрос. Ну, даже эта информация рассмешила Женя, он посмеялся, я видел это. 5000 гривен, я вас поздравляю, Иван. Спасибо. Хорошо идете. Спасибо. Хорошо идете, значит, мы дослушаем эту историю. Ну, я на другую сейчас перейду. Зачем? Это же интересная была. Не сбивай все. Я переживаю, что там слишком много женщин будет. Понятно, ну давайте, давайте. Решайте сами. Да, хорошо, я пойду на другую историю, правда. Третья минута, 10 тысяч гривен на кону. Да, спасибо. Поехали. И вот я жил, знаете, в женском общежитии, но совсем недавно я вот женился. Правда, это крутое мероприятие, особенно если вы любите прикалываться, я люблю, потому что на свадьбе подошли родители моей жены, говорят, ну что, где будете жить после свадьбы? Я говорю, тоже самый вопрос хотел вам задать. Где вы собираетесь? То есть, как вы понимаете, у моей жены есть квартира, да, просто там живут ее родители. И надо подождать. Жена не любит эту шутку, да? А это и не шутка. И вы знаете, я считаю нашу семью вполне нормальной, правда, я считаю ее вполне нормальной. Я просто не понимаю семьи, когда, знаете, поженились и начинают говорить, семейная жизнь стала рутиной, так скучно стало жить. Я так запарился, я подошел к жене, говорю, слушай, а тебе со мной становится скучно? Она говорит, нет, мне с тобой до этого не особо весело было. Просто я вот не понимаю семьи, знаете, когда друг у друга занимают деньги. Просто мы же деньги складываем в одно место, и она и я, мы складываем к ней на карту. Ну, мы же засмеялись! Ну, мы же засмеялись! Десять тысяч гривен, Ваня, ваши. Спасибо! Мы вас поздравляем. И я думаю, что вам придется их скинуть на карту жене. Или они уже ушли. Или они уже ушли. Можно об этом не говорить в эфире? Можно. Она скоро увидит это все. А, да. Вы готовы идти на четвертую? Сейчас, подождите, я вспомню. А, да, давайте. Там было весело, да? Вспомнил, да. Четвертая минута, 20 тысяч гривен. Эти аплодисменты вам. Начали. И вы знаете, я понял, что я перестал нравиться жене. Я решил меняться. Я решил поменять очки на линзы. Вот кто-нибудь есть в линзах? Ребята, вот мне первые линзы врач у себя надела в кабинете и сказала, снимать не проблема. Проблема. Пришло время снимать, я погонял линзу по глазу. Ущипнул себя за зрачок. Позвал жену, мы с ней вместе погоняли линзы по моим глазам. Она меня ущипнула за зрачок. Мы на всякий случай посмотрели, сколько стоит собака поводырь. Желательно собака, которая может снимать линзы. Но самое страшное, понимаете, не снимать или надевать линзу, самое страшное потерять линзу в глазу. У меня такое было. Это капец, ты понимаешь, что-то в башке есть. И я просто звоню своему лучшему другу, он носит линзы. Я говорю, братан, что делать? Он говорит, братан, все нормально, займись сексом, и линза сама выйдет. Я говорю, это как? Он говорит, а ты что, после секса не плачешь? 20 тысяч гривен! Вадя, мы вас поздравляем! Очень хорошие деньги, очень хороший темп у вас. Спасибо. Очень смешные шутки. А Игорь вообще блескать, я молюсь. Вообще. Вы сами наблюдали, как он себя щипал чем-то. Пинцетом щипал за зрачок. За глаз. А она, оказывается, уже выпала. Я даже не знал об этом. Это очень страшно, правда. Ну что, мы продолжим? Да, я сюда приехал, если честно, вы знаете, у меня очень... Ну, я вот... Поселок Каменомоцкий находится на Кавказе. Я знаю, что мои родители будут смотреть эту передачу. Я хочу, чтобы они мной гордились. Я пойду. Молодец! А вот написано, на выигранные деньги, я не знаю, что там с карточкой, о которой вы рассказывали. Написано, отдам родителям на покупку дома. Да. Так? Да. Удачи. Спасибо. Пятая минута. 50 тысяч гривен. И она начинается прямо сейчас. Ну, вы знаете, с Лизами не пошло. Я решил худеть. И я понял, что, вот знаете, на диете мой организм делится на два лагеря. Глаза понимают, нужно худеть. Но живот нет. Живот с вами разговаривает по ночам. Я ложусь. Я ложусь спать, он такой, ты что спать? Пойдем к холодильнику. Пойдем к холодильнику. Пойдем полежим масло. И жена, знаете, и жена, она за мной следит, чтобы я ничего лишнего не съел. И недавно поехали к моей маме, а у меня мама из тех мам, для которых я всегда схуднул. И мама стала накладывать мясо, грибы, котлеты. И жена такая, а Ваня это не ест. Мама говорит, а у меня ест. Я думаю, о, замес. Сейчас решится зло победит ли. Я буду есть в отпуске. Зло победила, так себе отпуск. Мама как наркодилер по квартире с котлетами, знаете. Жена отворачивается, мама такая, псссссссс, за бочком унитаза. Абсолютный победитель нашей сегодняшней программы – Иван. Спасибо! Спасибо! Но только не использующий кладки! Это круто! Чтоб парень смеялся, рассмешивайся с тобой! Весело! Очень весело! Очень симпатично! Хорошо, хорошо! Молодец! Красавчик, эти аплодисменты тебе! Все, что нужно, сделал. И родителям дом построит. Молодец! Я сюда приехал только за победой. А деньги – это был уже второстепенный момент. То есть на первом месте у меня стояла победа. Я уже сказал, что я очень хочу, чтобы родители посмотрели, чтобы они гордились мной. Ну, теперь, думаю, еще и жена будет мной гордиться. Сейчас выйдет сюда человек, который, ну, очень, очень интересно представлен здесь. Дядя Саня – гражданин мира. Ничего себе! Ваши аплодисменты! Ваши аплодисменты! Свящий, 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 молодой! Распиши меня, расскажи меня! Доброго времени суток вам! Ну, здравствуй! Здравствуй, отец! Человек уже в имидже, я так понимаю. Нет, человек уже выпивший. Дядя Сань, как настроение? Мощное! Да. Дядя Сань, мы вам желаем сразу, ну, так как вы гражданин мира, по профессии фрилансер, мы вам желаем удачи, выиграя деньги. Они вам явно понадобятся, чтобы купить то, чего вам станет полегче. Деньги – пыль! Давай начинать! Удачи! Привет вам от всего бомжатского цеха улицы Саксанского, 95. Как вы понимаете, телевизора у меня нет, поэтому кто из вас Владимир Зеленский, а кто Евгений Кашевой? А, хотя ладно. Шо? Хотя главное, чтобы птица вовремя кнопку нажимала. Знаете, я думал, печеньки за кулисами – это уже главный приз вашего шоу. А тут, оказывается, еще и денег можно выиграть. Ща, забыл. Дядь Сань! А? Тысяча гривен! Ого! Давай вместе! А где вы могли слышать такую песню? А? А, где вы могли слышать такую песню? На вокзале. Продолжаем. Вторая минута, пять тысяч гривен. Поехали! Уу! по натуре но вы понимаете я победитель если сегодня не выиграю деньги то заберу ваши провода и сдам на медь а хрен с ним даже если выиграю деньги все равно заберу провода и сдам на медь вообще общество все хуже и хуже не читающие не общительная такие как мы единственные кто используем слова уважаемый отнюдь и не обессудьте я вообще верующий человек кто денег даст тот бог вообще я слежу за современным музыкальным творчеством это что же обрямкнула это улыбка евгения и владимира одновременно и ваш возможно зашитый карман стал на пять тысяч дороже продолжаем ну поехали третья минута 10 тысяч гривен я между прочим слежу за современным музыкальным творчеством вот это у меня типа грибок типа грибок типа грибок не слышали ну ладно кстати этот плащ достался мне от деда от физически слабого деда а это так смеюсь хочу обратиться к моей учительницы алгебры тамара константиновна все видите не пригодилась ваши не косинусы не синусы недавно сменил место жительства не специально картонку ветром просто унесло дядь сань вы когда-нибудь за три минуты 10 тысяч на вокзале зарабатывали я видел только там на вокзале все происходит я вас поздравляю вас 10 тысяч есть еще что нибудь на картонке там на картонке проходит жизнь что значит что-то там может хоть покушать и заберете денежки по там печенье у вас ноль на четвертую минуту идем да дядь сань а я хоть позырю сколько это 20 20 тысяч гривен четвертая минута поехали хочу обратиться к мэру города виталий владимирович недавно обрушился шулявский мост и я остался без определенного места жительства кстати пробовал пить а ну да ладно вчера по нужде воспользовался лопухом ну шо я вам могу сказать книга лучше недавно пробовал среднеазиатскую кухню вот этот суп из лужи продуктов дядя саня 20 тысяч гривен у вас мало сказал что книга лучше дядь сань идем на пятую минуту или может заберете деньги если бы он был но ты уме уважение да я пойду куда там дальше 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 как всегда давай эти аплодисменты вам дядь сань 50 тысяч гривен на кону поехали все подождите буйже да я не презвую на что то я протру чё ты сидит резвый короче у разных людей есть разные хобби кто-то марки собирает кто-то поет А я привык, что меня мудохает охранник АТБ. Бесконечно. Размеши свежного, сделай, чтоб поинк смеялся. Размеши свежного, и под столом молялся. Размеши свежного, пусть нам очень колботки. Размеши свежного, но только не скажи щекотки. Браво, браво, приезжайте к нам еще. Давайте, сейчас мои повалят к вам плашняком. Встречайте следующих участников нашего шоу. Шумко Владимир, Развяков Александр. Город Умань, Киев. Размеши свежного, развеши меня, развеши меня. Здравствуйте! Здравствуйте! Всем привет! Здравствуйте! 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 Здрасте! Здравствуйте! Здрасте! Володя. Фамилия Шумкова. Да. Володя, ну не будем скрывать симпатии к вам, как к актеру. мы вас видели в лиге смеха и еще кое-где мы видели да всегда хорошо выступаете спасибо с кем вы вот пришли это сосед мой саша саша зовут его мне не было с актером никто не захотел и чего это вдруг они высоко высокий ростом а он сашка говорю пойдешь он говорит да пойду сашка пошел тем более дорогу возвращает обещал понятно ребятки ну что желаем вам подслуживать не будем но назло актерам желаем вам победы итак парни первая минута 1000 гривен поехали кличко готовится к евровидению стоять вот а и дюнг мистер кличко свитшот пушап а шатап жить хочешь жить я хочу жить киев вместо в якому хочете жить фаер фаер смайл смайл есть ребята есть у вас 1000 гривен мы вас поздравляем мы наверное двинемся сразу же дальше давайте нам ждать конечно вторая минута 5000 гривен на кону поехали семейная ссора дорогой я купила туфли молодец будешь красиво три пары ну хорошо разнообразие не поцарапала машину но все всего лишь залезяка ну разбила нахрен ее головное что ты жива мама приезжает на шесть лет жить ну я люблю твою маму ага бесишься стерва случай в баре олег шо ты там два часа уже поджигаешь тот архун молодой человек это очень смешно 5000 гривен ваши ребята я вас поздравляю джеку до слез тархуном у джеки аж из глаз кабельки тархуна поплыли ну что побежим дальше да итак третья минута 10 тысяч гривен удачи вам ребята все тот же бармен шо ты там поджигаешь тот архун мужчина мужчина вам повторить идите нахрен домой и 10 тысяч гривен вы тоже с легкостью выигрываете на третьей минуте женя подождите не спешите игорь вова может заберем и поедем додом вы сейчас говорите не как сосед а как жена действительно подождите все хорошо у вас идет салфетку пожалуйста старику алена дай пожалуйста салфетку алена женя можете что-то в глаз попал нет счастья попаду сколько парни вы играли 10 тысяч гривен хорошие дети ребят спасибо спасибо я почему-то уверен что вы не договариваться да ничего мы не договариваемся парни а мы не знаем что делать смысле больше нет миниатюр есть одна психанул я психанул но есть еще те которые я придумал есть одна я понял молоть но смотрите то как но идет так круто смотрите сами а деньги очень нужны да все нормально поехали так давай четвертая минута 20 тысяч гривен поехали случай фотостудии здрасте о боже что ты такой страшный что такое а мне надо фотография на паспорт а 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 и Идет ничего. Вам вообще это к лицу, эта миниатюра. Мне прятать или нет? Пока пряжу. Пятая минута. 50 тысяч гривен. Эти аплодисменты подбадривают вас. Может, я не буду смотреть. Поехали. Фотографируем на паспорт. О боже, ну садись. Спасибо. Собирайтесь по идее и уходите. Спасибо. Спасибо. А чем закончим? Подождите, подождите, подождите. Уже все, мы уже выиграли 50 тысяч. Чем оно закончилось? Я из-за него не могу досмотреть. Показать, да? Уже не важно, ржешь ты или нет. Покажите людям миниатюру. Сядь он в кусты к Жему Керри. Вам хоть досмотреть, интересно. Досмотреть? Давайте досмотрим без времени. Без времени, да. Жек, Жек, сядь. Лучше увидеть полностью миниатюру. А не будет? Да. Мне мама сказала, у вас хорошая фотография. Так давай уже садись, давай. Сюда? Да. Я поближе до вас. Я сейчас полицию вызву, сейчас дам поближе тебе. Давай, чуть-чуть левее. Сюда? Да, чуть-чуть левее. Так, давай. Еще чуть-чуть. Чуть-чуть? Чуть-чуть левее, вот так вот. Тихо! Сейчас вылетит птичка. Только она не долетит, сдохнет ты такой страшный. Все. А-а-а. А-а-а-а. А-а-а! 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 Все. А, да? Через окно выброшу идея. ну все спасибо 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 ребята мы ждем вас еще приходите приезжайте но что ты скажешь вроде бы знаем что мы можем но так не ожидали спасибо ребята приходите если вы уверены в своем силах приходите обязательно тут круто ну круто же обязательно спасибо встречайте следующих участников пешков дмитрий скачков сергей город ростов-на-дону привет ребята ну вкратце чем вы занимаетесь скажите да все тем же администратора в начальном или где нас уволили поскольку конечно так ржать учредитель сказал чё это у нас не очень хорошее заведение зачем вы об этом рассказывать зато ты управляющий чё зачем вам там работать и куда на вольные хлеба пошли в другой ресторан но теперь вдвоем работаем управляющий ну ребят у вас есть возможность пошутить про новый ресторан и вас опять уволят ребятки будем шутить будем стараться удачи да ну что ж парни вам все знакомо первая минута тысяча гривен поехали встреча друзей угадать кто оля а кирилл крот окулист какая буква б возможно к не исключено р буду доверять у парня неожиданно одна нога стала длиннее на 10 сантиметров на пасху дядь валер дядь валер а христос воскресе да игрались ну пойди покажите что там натворили менты на троясине нашли труп верю зарплату сделаем побольше какая зарплата понимаешь нужно развиваться пожарный заигрывает с девушкой спасите помогите спасибо спасибо дожали дожали наших комиков тысячи гривен ваши парни сразу движемся дальше да я так понимаю ну да чё нет 2 минута 5000 гривен поехали индус дует корову 1000 извини 1000 извинений код который не умеет выговаривать букву у мя ртс��ий мя от мягают Поздравляю, ребят, 5 тысяч гривен. Спасибо, спасибо. Дальше? Дальше. Согласен с вами. Третья минута, 10 тысяч гривен на кону. Поехали. Стюардесса Гопник. Чай, кофе, карате. Чай, кофе, карате. Самурай перепутал меч с позвоночником. Ня-ня-ня-ня-ня. Треца. Корова намекает на секс. Курица, которая отлично выговаривает букву «Л». Больной кузнечик. Да, я тут смеялся, честное слово. А была смешная, была смешная. Поздравляю, парни. Спасибо. С выигрышем. Что там? Есть еще что-то там? Что сейчас происходит? Сейчас у нас четвертая минута. Ага. И на кону 20 тысяч гривен. Но вы можете забрать свой выигрыш, который составляет 10 тысяч. Давайте попробуем еще. Еще. Двигаемся дальше. Четвертая минута. 20 тысяч гривен. Поехали. Снеговик пугает детей. Слегка слепая бабушка возле подъезда. Растятотка! По-моему. Хищник пишет письмо чужому. Уважаемый чужой, ты знаешь, я тебя очень сильно люблю. Когда человек наступает в какашку, он становится похожим на зомби. Долгожданная встреча. Сереж, иди встречай. Приехал дядя, который учил тебя ходить. Ну привет, дебил. Давай поговорим с тобой. Парни, абсолютно заслуженные 20 тысяч гривен. Абсолютно. Вы чумочетчики, просто чумочетчики. Да там уже ничего не осталось. Надо смеяться с первой. Переживания нереальные. Задаю вам вопрос, который задаю всем. Вы продолжаете или забираете деньги? Мы продолжаем. Спасибо. А что это там? Нормально все? Да, тут написано. Главное, верь в себя и все. Поехали. Итак, 50 тысяч гривен на кону. На минуточку. Поехали. На пивном фестивале. И Сергей идет на рекорд. 79 литров пива. 80, 81. Опа. 80, 79, 78, 77. Свиноматка кормит детей. Валера. У Аллы Пугачевой садится батарейка. Супермен застрял в пробке. Перепиев. Жадная корова. Шеф забыл, как зовут секретаршу. Кофе. Биатлонист, кондитер. Все. Золот. Спасибо, спасибо, спасибо. Стоп, 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 друзья. Я бы не торопился уходить, потому что у нас есть повтор. Улыбка. Давайте посмотрим на экран. Хвойба, хвойба. Хвойба, хвойба, елки-палки. Когда Вова делает вот так, это значит, что он сдерживает очень сильно смех. Ну, было смешно. Я засчитываю эту минуту. Да, поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, вот мы подошли к последней, шестой минуте в нашей сегодняшней супер-игре. Вы готовы? Да не, не, не. Вы что-то там смотрите, что там. А сейчас сколько? Сейчас у вас 50 тысяч гривен. О, нет, не, просто. Да, мы дальше не пойдем, сложновато просто. Я не пойду. Как же сложновато, если 50 тысяч вы выиграли, ребят? Уже. Спасибо. Уже. Спасибо, это все. Благодаря вам. Как хочешь. Я не хочу. Ну ты, Кочко, иди. Я посижу. Решай ты. Решай я? Да. Я вообще думал, что только 4 минуты прошло. Да, попробовать. Деньги. Как быть ведущим? Денежку, что вы хотите? Они нам советуют или просят у государства? Там есть еще что-нибудь? Давайте остановимся. Все, да. Поздравляем, ребят. 50 тысяч гривен ваших. Идем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Я стул вновь заберу. О, о, о. Ну только не использующие годки. На мой взгляд, было чуть сложнее, чем первый раз. Я даже запутался. Мне казалось, что прошло 4 минуты. Мы решили не рисковать. Попробуем в следующий раз. В следующий раз попробуем. Не переживайте. Мы приедем, потому что мы знаем, где вы находитесь. Ну что ж, двигаемся дальше, друзья. И встречаем очередного участника Степанец Юрий. Город Николаев. Развеши свечного. Развеши меня. Развеши меня. Привет. Привет. Я переживаю. Не переживай. Ну, вы знаете, все говорят плохо, да, что в стране нету пандусов. Вот как бы тоже надо. Я хочу к вам зачастить. Вы правы. Мы просто теперь будем ждать. Мы тут все сделаем. Здесь сюда тоже, наверное. Я надеюсь, что выиграю. Обязательно. Обязательно. Юрий Леонидович, скажите, пожалуйста. Сами пишите шутки. Да, это свои шутки про свою жизнь, про свои наблюдения. Про то, что болит и про то, что веселит, возможно. Мы с удовольствием послушаем. Я с удовольствием вам расскажу. Игорь, почему ты молчишь? Я просто поражен вашим мужеством. На самом деле. А я твоим нет. Молодец. Как вообще у вас могла возникнуть такая мысль приехать и нас всех тут рассмешить? Это очень круто. Я только за вас. Спасибо, Игорь. Спасибо вам. Юрий Леонидович, кроме всего, вы знаете, у нас же жесткие правила, Юрий Леонидович. Несмотря ни на что. Я верю. Не смешно мы не будем сменяться. Ну, мы подумаем еще. Мы желаем удачи вам. Хорошо, спасибо. Поддержите меня. Как только будете готовы, Юрий, я нажимаю кнопку. Я готов. Поехали. Всем здравствуйте. Меня зовут Степанец Юрий. И наверняка многие подумали, что я пришел сюда давить на жалость. Это не так. Не пришел, а приехал. Вы знаете, я человек, которому официально разрешено пить за девушек сидя. А за плохих еще и не чокаясь. Но также я не первый человек, который на колесах веселит народ. Чего далеко ходить, ведь все видели видео с младшим Добкиным, да? Вы знаете, также я принимаю свое состояние как что-то временное, как что-то непостоянное. Вот как Игоря Ластичкина в роли ведущего на «Рассмешек комика». Еее! Юра, ты меня подсиживаешь? Сейчас вообще к смыслах этого слова. Да. Отлично. Тысяча гривен у вас. Спасибо. Ну, задаю резонный вопрос. Дальше. А, да. Вторая минута. Пять тысяч гривен на кону. Удачи. Вот все говорят, что дороги у нас плохие. Да, ребят? Это вы еще по тротуарам не ездили. Я никогда бы об этом не подумал. Я раньше тоже об этом не думал. Ну, а что смешно? Пять тысяч гривен. Молодец. Пять тысяч гривен. С легкостью. Я думаю, я просто нажимаю кнопку, мы движемся дальше. Поехали. Поехали. Вы знаете, когда я получил травму, я попал не в самую лучшую больницу. Нет. Не то, чтобы если у тебя нет денег, то тебя будут лечить подорожником. Вовсе нет. Эта процедура там была платной. В моей палате было очень старое окно, постоянный сквозняк, шторы постоянно развивались. Это, кстати, единственное, что развивается в этой больнице. Серьезно. Просто в то время, как во всех развитых странах врачи уже научились пересаживать органы, а врачи в моей больнице не знали, как пересадить меня с коляски на кровать. Также в моей палате было очень много иконок. Вы знаете, как оказалось, это единственное обезболивающее в этой больнице. Юрий, вы нам позволяете над этим смеяться. Я честно, я вас прошу над этим смеяться. Пускай нас заметят. Я не буду говорить номер этой больницы. Это да. В моих же интересах. 10 тысяч гривен. Юрий, вы выиграли 10 тысяч гривен. Задаю вопрос. Может быть, вы хотите 20 тысяч с собой еще взобрать? Я хочу 50, но если следующий этап 20, то поехали на 20. Ну что ж. 20 тысяч гривен на кону. Четвертая минута начинается. Так вот, в моей палате было огромное количество иконок. Такое количество иконок я видел только в церкви и в маршрутке Николаев-Киев. Вот, знаете, Леонардо Ди Каприо дали Оскар за фильм «Выживший», где он дрался с медведями и зимовал в шкуре лошади. Вот хотелось бы, чтобы людям, которым приходится жрать больничную еду, дали хотя бы грамоту. Или запить. Серьезно. Эту еду отказывались жрать даже собаки и свиньи. Санитары, конечно, просили меня так их не называть, но как еще назвать людей? 20 тысяч гривен зарабатывает Юрий! Петь аплодисменты вам! Спасибо. Сейчас прослезусь, не надо. Круто, круто, очень круто. Спасибо. Я думал, может быть, не возвращаться уже в эту больницу? Так я и не собираюсь. Слава богу. Тогда дожимай. Давайте. Хорошо. У меня есть еще много такого. Ха-ха, друзья. Это первая страничка только. Я сегодня здесь надолго. Штурмуем 50 тысяч, я правильно понимаю? Да. Спасибо. Тогда минута пошла. Вы знаете, я посещаю тренажерный зал и очень люблю подшутить над посетителями. Как-то собирается мужчина приседать. Я к нему подъезжаю и говорю, ага, братан, это же та самая штанга. Ну я бы тебе не советовал, надеюсь, сюда. Юрий, мы вас поздравляем. 50 тысяч гривен вашим и победитель нашего шоу. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое! Спасибо большое! Да! И под столом валяться! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Самое главное в жизни не унывать ни при какой ситуации! И тут очень клево, ты знаешь, в анкете вообще у него такие вещи, о которых не хотелось при нем говорить. Значит, какая самоирония. Профессия у него водила он. Потом, значит, вот интересный момент. Значит, ему нужны деньги на реабилитацию, так что все нормально. И в следующем году не приехать, а прийти на «Рассмеши комик». Чего мы ему желаем? АПЛОДИСМЕНТЫ Настроение бомбовое! Друзья, я очень доволен, я искренне счастлив, потому что такое не каждый день перепадает. Я желаю всем приходить, участвовать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ